Кто бы мог подумать, что в 21 веке стерлядь вернется в наши края. По энциклопедическим данным, в Верховьях Клязьм эта рыба водилась на рубеже 19-20 столетий. В последние годы были единичные случаи появления стерляди в нижнем течении реки, об этом пишут на рыбацких интернет-форумах, но речь там идет только о Владимирской и Нижегородской областях. И вот нынешней весной, после того, как вскрылась река, стерлядь заметили в Щелковском районе. Вчера, не поверите, стерлядочка попалась даже. Большая? Да такая где-то, грамм, наверное, 600. Я чуть от удивления в речку не упал, честно говоря. Так что, будем ждать. В общем, речка, значит, чистая тогда, раз такая рыба водится. Как писал в конце позапрошлого века до сих пор непревзойденный рыбацкий авторитет Леонид Сабанеев, у нас стерлядь сравнительно с другими видами осетровых имеет весьма обширное распространение и при том область этой рыбы постепенно расширяется. Первое место по изобилию стерляди занимает Волга со всеми главными и второстепенными притоками. Спустя сто с лишним лет такое наблюдение снова стало актуальным, и этому факту есть вполне закономерное объяснение. Я считаю, в первую очередь, связанное с улучшением экологической обстановки в нашем городе, в районе, с улучшением работы очистных сооружений, с их постепенной модернизацией. Я думаю, что это хороший удар по импортозамещению рыбной продукции, которую мы поставляли с Запада. Теперь могут рыбаки ловить свою рыбу и приносить ее своим ростиком на обеденный стол. И еще из Сабанеева. Обыкновенно стерлядь держится на 18-25 сантиметров от дна. На этом основана ловля ее переметами и самоловами. В средней России ловят также стерлядей на донные закидные удочки. Насколько мне известно, у нас в верхнем течении Волги и в ее притоках атаки специально ужением стерлядей никто теперь не занимается, хотя на клязьме и был рыболов, удивший почти одних стерлядей. В третьем тысячелетии снасти стали более современными. Но при нынешнем внезапном рыбном изобилии они могут и вообще не понадобиться. Опускаем руку в воду. Немного терпения и чуть-чуть сноровки. И вот царская рыба, как ее когда-то называли, у нас в руках. Сергей Дадыко, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».